Молодая рок-группа «Тёплые дни» в фестивале, организованном Молодежным советом района Хамовники, участвовала впервые. На фестивале ей выпала честь представлять Московский государственный лингвистический университет. Организации мероприятия ребята остались довольны, но всё же высказали некоторые пожелания. Единственное, что я могу пожелать, ну, лично я, наверное, ребят согласятся, организаторам, чтобы немножечко как-то компоновали по стилю, может быть, группы, потому что всё очень разное, и публика немножко иногда бывает шокирована, как бы, которая пришла на один стиль, а слушать совершенно другой. Но, в принципе, если группа хорошая, как, в принципе, сейчас, как бы, вроде всё чётко и всем нравится, всем позитив. В составе группы четверо ребят. Велимир Русаков – вокал-гитара, Даня Лилеев – ударный вокал, Вова Скопич – гитара, Алексей Кармолито – бас. Рождением своей группы ребята считают 13 апреля 2004 года. Стиль их музыки – рок. Хотя сами музыканты говорят, что ещё экспериментируют с направлением. Простите, сложно говорить, потому что, ну, как бы, изначально это рок, рок, поп-банк, альтернатива. Ну, молодёжный, модный, можно сказать, стиль. Просто мы ещё в записи очень много экспериментировали на студии. Там много электронной музыки получилось, много каких-то экспериментов довольно новых, свежих. Вот, ну, как для России, свежих. Вот, ну, как бы, так, одним словом, стиль не назовёшь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За четыре года существования группы у ребят появилось большое количество поклонников. Тёплые дни выступали в самых известных клубах Москвы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Записали с антрек научно-популярному фильму «Этикет». 11 мая у ребят состоится презентация их нового альбома. Мы записывались на студии два барабанщика, которые пользуются, ну, как, с помощью, наверное, сарафанного радио, очень большим успехом среди музыкантов. Очень хорошая профессиональная студия. Писались мы долго, чуть больше, чем полтора года, наверное. Вот, и, как бы, может быть, допустили несколько, там, небольших ошибок, потому что в альбом вошли, кроме основного, как бы, репертуара нашего. Ещё, в принципе, ищущего стиль и такого. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Быть рок-группой в России непросто, говорят ребята. Ведь исполнители популярной музыки всё больше и больше занимают пространство теле- и радиоэфиров. Наше радио, не в смысле наше радио, а как бы российское радио, вообще интересуется только форматной музыкой. Вот, соответственно, в России для молодых, как бы, перспективных групп. Я не говорю только про нас, и очень много мы знаем других, очень хороших групп, действительно, как бы, качественных, практически зарубежного уровня групп. У них практически перекрыта дорога на радио и на телевидении, как бы, и прочее. Поэтому очень сложно. У нас есть, как бы, попсовые композиции, мы можем продаться в любой момент. Не в прямом смысле, конечно. Но готовы на многое, чтобы покорить российскую сцену. В жизни и на сцене ребята дружат между собой. Но всё же споры и противоречия, как и в любом творческом коллективе, неизбежны. Конечно, какие-то администрационные конфликты такого плана, что... Ну, мелкие. В принципе, мы, конечно, друзья, мы единомышленники. Вот. И стараемся держаться вместе, тусоваться. Когда я пришёл в коллектив к ребятам, я был, честно говоря, удивлён, потому что до этого играл в других группах, естественно. И я прекрасно понимаю, что такой творческий процесс. Что это, как правило, ссоры, драки, что нота не та, и понятия о музыке разные. Но здесь я был просто шокирован, удивлён, потому что ребята настолько дружные. И меня встретили очень тепло. И меня прямо вот, ну, просветили в стиле, в направлении. Мы очень хорошо подружились. Просто я считаю, что наша работа была действительно плодотворной, потому что нас в студии мы записывали. Очень был творческий подход к работе, к музыке как таковой. Наш замечательный альбом, в который шло столько сил. И я считаю просто ребятам большое спасибо за их дружбу и профессионализм, возможно, даже. Сейчас ребята записывают новые композиции и готовятся к презентации своего первого и долгожданного альбома. Руки выше! Готовы! Редактор субтитров А.Семкин